Здравствуйте! Вы смотрите Вестник Северодвинска в прямом эфире. Чем запомнится нам эта неделя, расскажу вам я, Сергей Курбан. И мы начинаем с последних событий. Статус курильщиков пишут в амбулаторные карты и дымить запретят в общественных местах. Антитабачную стратегию приняли областные депутаты. Какие меры злостным курильщикам готовят чиновники, знает Анна Бибикова. Не получается бросить курить, поможет закон. Областную табачную стратегию приняли депутаты на очередной сессии. Защищать курильщиков от табака намерено до 2020 года. В Архангельской области табачной зависимостью страдает каждый третий. Депутаты обеспокоены ростом числа курильщиков-подростков. Больше половины несовершеннолетних пробовали курить. Еще одна категория граждан, которые хотят помочь с вредной привычкой, это беременные женщины. Каждая пятая представительница слабого пола в положении даже на время беременности с сигаретой не расстается. Бороться с курильщиками власти намерены в первую очередь при помощи повышения цен. – Повлияет? Нет, серьезно. Откажешь? Ну, буду меньше курить. – Да блин, вообще нафиг надо. – Почему? – Да блин, дорого, а привычка-то никуда не уйдет от нас. Дымить запретят в общественных местах. В регионе появятся зоны, свободные от курения. По словам депутатов, это не борьба с курильщиками, а защита прав некурящих. – Цена не повлияет. У нас были моменты в Горбачевские времена, когда люди не имели ни табака, ни спиртного, гнали самогон, крутили самокрутки из мха. Цена не повлияет. По словам врачей, отстранять от табака способен не закон, а только личное желание пациента. Впрочем, народные избранники для желающих завязать намерены организовать центры, где расскажут об эффективных способах побороть пагубную привычку. Стратегия пока прошла только первое чтение. А в следующем году защищать людей от табака, скорее всего, будут целевые программы. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Электросвещением будет оборудована трасса Северодвинск-Архангельск на самых опасных участках дороги и на автобусных остановках. Заказчик управления дорог Холмогоры объявил конкурс на проведение работ. Деньги выделяет федеральный бюджет. Трасса Северодвинск-Архангельск станет светлее. Объявлен конкурс на разработку проектной документации на устройство искусственного электросвещения дороги. В частности, на самых опасных участках, автобусных остановках и пешеходных переходах. Заказчиком выступает Уппордор-Холмогоры. Электросвещение будет оборудовано в районе населенных пунктов Пирсы, Зеленец, Стайная Курья, Цыглами, Лайский Дог и Рикосиха. Это около 7 километров трассы. Стоимость работы составит 37 миллионов рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 1 января 2013 года. А вот свет учения некоторым северодвинским школьникам дается с трудом. Вернее, до него приходится проделать нелегкий путь в прямом смысле этих слов. На пути к школе номер 25 образовались ямы и непроходимые лужи. Страдают не только учащиеся, но и просто жители района. В ситуации разбирался Дмитрий Ефимов. Не проехать, не пройти. Таким мокрым препятствием обзавелся единственный проезд школы номер 25. Причем уже много лет назад. Необъятную лужу с ямами ученикам и просто прохожим приходится обходить или по грязи, или вдоль дома под окнами. Основная проблема надо ремонтировать, и все какая проблема может быть. Ремонт надо делать. Нашим городским властям, значит, обратить внимание. Конечно же, нельзя пройти, потому что мы обходим. Мы ничего сделать не можем. Нам куда жаловаться-то? Мы простые люди, пенсионеры. Школьники-то вот вокруг ходят, подъезды около дома идут, а мало ли, скажи, что на них упадет. Вот чем забота-то. И здесь вот тоже не могут идти. Только вот так вот все обходят, обходят. Смотришь в окно так. Эта дворовая пучина мешает не только людям, но и автомобилистам. Приходится ставить машины на газон и прямиком к подъезду. А машина, машина даже к подъезду подъезжает. Совсем наглели уже. Вот так боком, боком даже подъезжает. Ведро вынести помойное, и то не знаешь, как обойти. Вот вы стоите, так они еще ближе вот сюда станут. Я думаю, сводчи. Невинная виновница пугает даже автомобили, которые обслуживают школьную столовую. Они вынуждены объезжать ее в круговую. В этом году 68 подобных беспризорниц облагородили и привели в надлежащее состояние. Хозяева этой лужи ям в розыске. Пока ищут виновника, мокрую преграду приходится обходить стороной. Дмитрий Ефимов, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. Пять сотрудников профессионального училища номер 38 обратились в прокуратуру с жалобой на нарушение трудового кодекса. Люди уверяют, им недоначислили зарплату. По факту проведенной проверки, исковые заявления направлены в Северодвинский городской суд. Профессиональное училище номер 38 обязано выплатить долг по заработной плате пяти сотрудникам. С таким требованием прокуратура отправила сразу несколько исковых заявлений в Северодвинский городской суд. Работники учебного заведения считают, работодатель нарушил статью трудового кодекса. Прокуратуру города была проведена проверка, в ходе которой доводы, изложенные в жалобах, подтвердились. И по результатам проверки прокуратуры города 18 октября 2012 года суд был направлен на пять исковых заявлений о взыскании недополученной заработной платы в пользу работников. Сумма недоначисленной зарплаты в среднем составила полторы тысячи рублей на человека. Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с трудовым кодексом, минимальный размер оплаты труда в городе Северодвинске должен быть не менее 10 144 рублей 20 копеек. Он складывается из мрот в размере северных надбавок и районных коэффициентов. В Мурманской области, которая тоже является районом Крайнего Севера, там у них оплата труда, установленная областным законодательством, не ниже прожиточного минимума Мурманск. Поэтому, в принципе, у них такой проблемы не возникает. Вы знаете, что минимальный размер Парханской области теперь не существует. То есть мы подчиняемся единому минимальному размеру оплаты труда, который по России сейчас равен 4,611 рублей. Иск подал технический персонал. Их оплата входит в общий фонд заработной платы. А значит, теперь будут экономить на заработке учителей. Директор училища Вадим Гусев согласен с доводами прокуратуры и готов пойти на мировую с работниками. Но только денег на законные выплаты у самого заведения сегодня нет. Училище уже направило прошение об увеличении дополнительного финансирования в Министерство образования, чтобы по итогам года не пришлось урезать сотрудникам дополнительные премии. Сергей Курбан, Олег Савин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Одни требуют справедливую зарплату, а другие готовы тратить собственные деньги на свою же работу. На одну сцену в Северодвинске стало больше. Концертный зал появился у музыкантов Ягринской школы искусств. Проект придумала преподаватель за одну ночь. Деньги нашли сами. Идеи воплощали в спортзале, а вдохновителем стали бывшие стулья драмтеатра. Ремонт оценили чиновники, депутаты и наша съемочная группа. За этой красной лентой сцена, на которую еще не ступала нога артистов Елизавета Скрипачка, играет пять лет. Через несколько минут есть целым ансамблем скрипачей, предстоит стать первыми музыкантами нового зала. Раньше здесь была обычная средняя школа, стала музыкальная. Год назад ребята занимались в двух зданиях. Одно маленькое, двухэтажное, во втором и вовсе ютились на первом этаже общежития. Приносили стулья и стояли, там сидели, а потом просто носили назад в кабинеты. Это было не очень удобно. Сидеть на стульях первое время приходилось и в новом здании. Ведь концертный зал в школе не предусмотрен. Да и из-за отсутствия сцены артистов было не видно. Вдохновили преподавателей вот эти стулья. Они из драмтеатра. В тон подобрали шторы и цвет стен. Проект нарисовала сотрудница школы за одну ночь. На ремонт было всего 150 тысяч рублей. Это бывший спортивный зал. И, конечно же, спортивный зал, сами представляете, да, в потолке дыры с какими-то трубами. Стенки тоже были, сами понимаете, кривые. Все покрашены в очень неприличный зеленый цвет, прямо вот ядовитый такой цвет. Мы будем стараться делать все для того, чтобы как можно больше у нас учреждений таких было. И чтобы действительно ребята приходили не просто какие-то стены, покрашенные действительно зеленой ядовитой краской, а чтобы это был храм, храм культуры, храм искусства. Сейчас в школе активно ремонтируют классы, покупают новые музыкальные инструменты. Найден инструмент стало больше и в день открытия зала. На собственные средства председатель городского совета депутатов купил школе музыкальный центр. А заодно и вспомнил день, когда на одной из сессий лично принимал решение о судьбе здания. Было очень много различных предложений депутатов от различных общественных организаций города Северодвинска. По что его отдать? Но победило то, что победило. Музыканты школы искусства дали бывшему спортзалу и название. Теперь он называется камертон. Это эталон и совершенство звучания в музыке. Анна Бибикова, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. Музыканты школы искусства.